Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем экспертную сессию, в рамках которой сегодня планируем обсудить, готов ли наше российское образование ответить на вызовы цифрового общества. Я очень рад, что коллеги из РУДН доверили модерировать эту сессию мне, Андрею Воробьеву, директору Компенсационного центра национального домена сети интернет. Мы занимаемся администрированием домена ФРУРФ, фирменное поло об этом говорит, и очень часто даже на таких узкопрофильных мероприятиях, связанных с развитием системы интернет-адресации, сейчас обсуждают тематика искусственного интеллекта, подготовки специалистов, которые могут нормально, грамотно, профессионально работать с искусственным интеллектом, который опережает все возможные темпы развития технологий. И, в общем-то, сложно подготовить, да, сегодня готовишь к одному, а уже через полгода все поменялось. Вместе с тем, даже президент страны недавно отметил, вот позволю себе процитировать, что жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений, безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей и решений в области искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования. Очевидно, что искусственный интеллект всегда находится все более широкое применение в самых разных сферах жизни, и даже те, кто не догадываются, что они пользуются результатом продукта искусственного интеллекта, ну, те же поисковые системы, Яндекс практически у каждого есть, да, люди не знают очень часто о том, что как раз работает искусственный интеллект уже даже на службе Яндекса, и любой элементарный запрос тоже обрабатывается с помощью этих технологий. Ну, давайте мы сейчас поговорим как раз все-таки про подготовку специалистов. Я буду у каждого коротко представлять, когда человек будет первый раз выступать в рамках сессии, ну и попрошу, чтобы каждый немножко рассказал, вот как его в сферу искусственного интеллекта, что называется, жизнь занесла, да, почему он сегодня у нас в роли эксперта выступает на этой сессии. Ну и давайте попробуем, вот именно как звучит у нас тематика, готово ли российское образование ответить на вызовы цифрового общества. С этого вопроса и начнем. Я попрошу, наверное, Алексея Юрьевича Овчаренко открыть нашу дискуссию, эксперт в этой сфере, профессора Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумба, доктора филологических наук. Алексей Юрьевич, немножко самопредставления, и давайте поговорим о тематике. Спасибо. Уважаемый коллеги, добрый день еще раз. Второй год работаем на отделение, которое называется, прикладная экстравая технология, и таким образом второй год я имею отношение непосредственное к тому, что к сфере искусственного интеллекта. Естественно, что мое базовое технологическое образование в те годы получено не было отмечалось, и немного это было классическое образование. Сейчас же мы пытаемся, я надеюсь, успешно строить новую технологическую образование, новую, так сказать, генерацию, кто пользует эти свои базовые технологические знания, начинается в цифровом мире. То есть, те, кто использует то, что получено от классической технологии, создавать цифровой контент разными способами. Сейчас у нас, 13 июля, будет защита междисциплинарных курсовых проектов, которые полетят из себя небольшой опыт из электронного курса из учебника, который был уже на платформе iStim. Я выбрал как раз текстовое содержание коллегии с цифровых кафедрами, статусным образом занимается тем, что проверяет Жанин цифровой. Ну, я думаю, что российское образование вполне готово будет. Мало того, что готово, оно и использует, но, наверное, Антон Валерьевич, в этом смысле больше кажется, специально, в более профессиональной точке зрения это стоит. И мне кажется, что бояться не нужно. Потому что, наверное, если опустят свободную плаву, так они и так уже в свободную плаву. И в принципе, насколько я понимаю, заключается самообучение, а мы, ну что-то видим после того, что это самообучение в данном направлении. Вот примерно так, если вкратце, так сказать, при амбула нашего развития. Отлично, очень интересно было сказано. Ну вот, кстати, вы очень хорошо подметили, что, с одной стороны, это и самообучение, и такое саморазвитие искусственного интеллекта. С другой стороны, все говорят, что пользоваться быстро научились преступники этими плодами, гиппейки, технологии и так далее. И сейчас уже возникает вопрос вообще, а к кому надо обращаться по вопросам развития? К техническим специалистам, к математикам, которые занимаются алгоритмами? Или, может быть, к тем людям, которые закладывают механизмы обучения? Или к тем людям, которые задают как раз вопросы искусственному интеллекту, и тем самым помогают ему развиваться в ту или иную область? И вот здесь, мне кажется, очень хорошим экспертом выступает Анатолий Валерьевич Царигородцев, который вот уже многие годы пытается гуманитариев, таких чистых гуманитариев связать с технарями, потому что сам является доктором технических наук, профессором, экспертом научно-технической сферы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Анатолий Валерьевич, вот готовы ли мы, вы в первую очередь, представители системы высшего российского образования, ответить на вызовы, вызовы в том числе и связанные с использованием криминалитетом вот этих технологий искусственного интеллекта? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я, наверное, свой такой краткий постараюсь ответ разобью на несколько частей в таком плане. Я скажу, что системами искусственного интеллекта, разработкой системы искусственного интеллекта начали заниматься Российской Федерации, ну, не сказать, что недавно, потому что заканчивал я, когда в 95-м году ММВТУ имени Баумана, то мы уже тогда создавали на основе нейросети, создавали систему распознавания речи. То есть это дипломные работы были у нас такие. Сейчас настолько выросли и техническая, элементная база, настолько выросли технологии, что на самом деле, вот правильно ставится сейчас вопрос, что, по сути, искусственный интеллект, он уже везде. Он уже сейчас позволяет самые элементарные наши повседневные задачи решать, потому что, ну, практически у всех сейчас есть те или иные элементы умного дома в квартире. Так или иначе, мы используем те же навигационные системы, которые тоже используют искусственный интеллект. Даже элементарно, вот сегодня у нас было с утра одно мероприятие, где рассказывали уважаемые люди о том, как они используют чат-боты в обучении и социокультурной адаптации иностранных студентов. То есть сейчас это находится, по сути дела, уже не в каком-то там будущем и каким-то фантастическом варианте развития событий, а сейчас это уже наша повседневность, наша реальность. Ну, я немножко хочу сказать о следующем. Я, занимаясь этими вопросами, это Григорьевич, наверное, так или иначе с момента обучения, когда я обучался еще в высшем учебном заведении у имени Баумана, и прошел достаточно длительный путь и занимался вопросами развития и обеспечения информационной безопасности, а в дальнейшем и использования искусственного интеллекта для обеспечения информационной безопасности. Но, возвращаясь к исходной постановке вопроса, могу сказать следующее. Наверное, я тут откровенно не скажу, что наша система образования сегодня всецело готова к подготовке таких специалистов. Я поясню почему. Я это основываю на собственном опыте как эксперт Рособорнадзора, который, по сути, проехал все вузы России, которые осуществляют подготовку специалистов в области не только искусственного интеллекта, но специалистов по информатике и усилительной технике, специалистов по информационной безопасности. И вот основываясь на этих данных, я могу сказать, что, к сожалению, у нас есть ряд и высших учебных заведений, и только высших учебных заведений, у нас есть ряд и среднепрофессиональных учебных заведений, и ряд даже общеобразовательных школ, которые, к сожалению, может быть, это специфика определенных регионов, которые, к сожалению, не то что не активно внедряют у себя информационные технологии, и они, может быть, и внедряли бы, но, к сожалению, у них настолько морально устаревшая информационная инфраструктура, что порой она не позволяет использовать и в учебном процессе, и в научно-исследовательской деятельности современные программные продукты. просто невозможно эти программные продукты установить на информационную инфраструктуру 15-летней давности. И поэтому тут возникало несколько раз уже предложение, каким путем идти, поскольку понятно, что не хватит у нас, у министерства, наверное, финансовых средств, чтобы предоставить такие денежные средства на развитие материально-технической базы всем образовательным учреждениям. И какой выход? И вот, на мой взгляд, этот выход, который, собственно говоря, сейчас, наверное, имеет смысл заложить в основу развития дальнейшей материально-технической базы учебных заведений. Это создание, все же на базе ведущих университетов России, создание центров коллективного пользования, к которым смогли подключаться в том числе и какие-то региональные университеты и таким образом, поскольку нехватка этих специалистов колоссальная. А специалисты, которые, Андрей Александрович, вы обозначили, находятся на стыке предметной области какой-либо, будь то филология, языкознание, будь то история, будь то информационная безопасность, на стыке с искусственным интеллектом, с точными науками, таких специалистов сейчас очень мало. И их будет требоваться, поскольку, я говорю, уже настолько вошел искусственный интеллект в нашу жизнь, что таких специалистов каждым годом будет колоссальная нехватка. И необходимо будет колоссальнейшим образом подтянуть систему образования, подготовки такого рода специалистов. Поэтому, если такие условия мы сможем удовлетворить, то есть министерство сможет каким-то образом, может, не обязательно этот вариант, который сейчас озвучен, может, будут предложены какие-то другие варианты, но в той парадигме, которая сейчас реализуется, у меня есть определенные риски. Вот Сергей Валерьевич Шимановский у нас начальник отдела рисков, он, наверное, риски более четко сформулирует в таких вот формализованных понятиях. Ну, мой взгляд вот такой. То есть я считаю, что это одна из целей, которая сейчас и поставлена руководителем нашей страны, и стоит одна из главных целей перед министерством, потому что, я думаю, там все это прекрасно понимают, но решать эту проблему в настоящее время нужно. Спасибо. Ну вот буквально на прошлой неделе завершился работ в российский интернет-форум, и была целая отдельная секция посвящена проблематике развития искусственного интеллекта, и говорилось о том, что, а, не хватает специалистов, ну, как и все эти отрасли, не хватает специалистов АБ, выпускают специалистов, увеличивают контрольные цифры приема на набор и так далее, но те специалисты, которые выходят, они не устраивают качество их подготовки, уже не устраивают работодателей. И вот здесь, наверное, как раз к Сергею Валерьевичу обращаюсь, как уже представителю, с одной стороны, ну, флагмана наших IT-компаний в ЭК-группе, а, с другой стороны, человек, который как раз оценивает риски, в том числе и риск недостаточной подготовки молодых кадров. Вот насколько он серьезен именно, применительный к технологиям? Спасибо большое. Ну, действительно, да, я, наверное, буду выражать точку работы дать, мне будет комфортнее всего здесь. Ну, пару слов о компании. О себе, да, я действительно занимаюсь средствами, я начальник отдела рисков финансового департамента группы ВК, ну, и, собственно говоря, да, уверен, что вы знакомы с этой компанией, потому что такие крупные образования цифровые, как социальные сети ВКонтакте, ВКонтакте, сервисы Mail.ru, Одноклассники, Дзен, интеллектуальная колонка Маруся, ВК-Айди, в чем все пользуются. Ну, помимо этого в экс-систему в группу входят различные инструменты для бизнеса, инструменты для товаров и услуг, широкого употребления магазин-провожений, игры, мессенджеры, социальные сервисы, отдельные устройства, вот, ну, да, очень умные колонки также, финансы, и, конечно, большую часть у нас занимает этот продукт, связанный с образовательной траекторией, конечно, ориентированный больше на современные информационные технологии. Ну, что касается рисков, я бы не назвал использование искусственным интеллектом чистым риском, но, так или иначе, сегодняшний день, учитывая глубину проникновения этих технологий в жизни общества, мы, наверное, должны говорить о, скорее, о факторах риска, то есть о причинах использования этих технологий, как с технической точки зрения, так и с юридической точки зрения, потому что имея дело с последовательной коммуникацией, когда мы общаемся, скажем так, с технологиями, которые не являются ни юридическими, ни физическими лицами, очень важно выстроить такую логическую последовательную цепочку, каким образом влиять на качество оказываемых услуг, особенно если они касаются посредников различного рода. Ну, что я имею в виду? Мы все используем рекомендационные системы, вы, наверное, сталкиваетесь с ними, когда предлагают адресную рекламу после того, как вы посетили определенное количество сайтов или переставались какими-то продуктами. Вот. Мы говорим также, как Анатолий Валерьевич сегодня упомянул про аспект обеспечения, в том числе, информационной безопасности в сетях, по генеративному и искусственному комплекте. И здесь, приходя плавно к образовательной территории, я бы сказал, что подготовка IT-специалистов, она вносит такой достаточно специфический характер. К нам приходят на работу люди, которые владеют азами, например, работают с материнстикой, работают с данными, имеют определенный уровень знаний в программировании. И, ответив на вопрос, отвечая на вопрос, можно ли подготовить, например, специалисты готовы для работы в ВК, в высшей школе, я бы сказал, наверное, нет. Потому что у нас есть программа адаптации, программа стажировки, поддерживается это наставничество. Он очень важен, потому что сама по себе адаптация знаний бывшего, а обучающего в компании она занимает от трех месяцев до полугода при наличии базовых знаний. Это связано и с спецификами продукта, и их многообразием, и правилами их программирования, использования. Ну, я бы сказал так, ну, наверное, еще пару слов о том, теме вопросов, которые мы подняли, то есть готовы ли российское образование ответить на вызовы своего общества. Знаете, я тоже бы ответил весьма уклончиво, ну, простите, можно говорить, профессионально, я бы, наверное, больше обратился к исследованиям таких факторов, которые влияют на эти показатели. Ну, прежде всего, это внедрение образования, господи, внедрение технологий образования и обучения, вообще, в принципе, это очень важно, потому что, получается, на сегодняшний день, что, ну, по крайней мере, опять же, с точки зрения работодателей, высшая школа, конечно, отстает от динамики и роста рынка, особенно цифровых услуг и различного рода специальностей, которые преподают. Высшая школа не всегда соответствует требованиям работодателей. Второй аспект – это доступность микроволокационных технологий в высшей школе. То есть, опять же, эти технологии, которые используются сейчас в бизнесе, они не всегда успевают попадать хотя бы даже в каких-то, ну, скажем, начальных вариантов, видах в высшую школу. Не всегда удается собрать нужные лаборатории и решать те задачи, которые решаются на практике с организациями работодателей. А третий аспект, мне кажется, это индивидуальная траектория, подход к обучению, потому что выбор направления, в отличие от базы, которые дает высшая школа, наверное, должен нивелироваться на уровне магистрских программ, где-то даже, может быть, вернуться к идее какого-то целевого обучения, образования, если это, конечно, сейчас применимо в высшей школе. Твертое, что хотел бы отметить, это, собственно говоря, непосредственно выбор самим обучающимся образования будущей карьеры. Здесь очень важно, потому что сами по себе технологии не работают, они работают только тогда, когда обучающийся более-менее профориентирован и понимает, что же он хочет в будущем, в чем он хочет обрабатывать, какую он хочет делать карьеру. И это большая проблема, потому что к нам приходят ребята, они, к сожалению, не профориентированы, и они втягиваются в процесс непосредственно работы в программах адаптации и стяжеловке. После этого они остаются в компании, многие из них уже успешно продолжают работать. Ну вот, наверное, так бы я ответил на этот вопрос, простите, может быть, немножко длинный, но постарался учить все аспекты. Спасибо большое. Прежде чем к другому вопросу перейду, можно я сейчас уточню? Все-таки к вам приходят больше гуманитариев, понятно, что мы сейчас говорим про междисциплинарных специалистов, гуманитариев с какими-то дополнительными силами техническими, или все-таки это по-прежнему, как это было раньше, больше технорей, но понятно, что в духе времени требуется больше технорей, которые все-таки имеют некие гуманитарные составляющие в своей профессиональной траектории. Почему спрашивают? Потому что на том же РИФе говорилось, что как раз технологии искусственного интеллекта должны поменять процентные соотношения, что гуманитария в IT-компаниях будет больше скоро, чем технорей. Да, ясно. Вопрос понятен. Спасибо большое. Я бы ответил опять немножко по-другому, не так, как он поставлен. Дело в том, что, что касается использования цифровых сервисов в обществе, которые мы сейчас активно все используем, двигателем использования сервиса является как бы не искусственный интеллект, а потребность потребителя в получении цифровых услуг. И тут скорее рынок искусственного интеллекта формирует спрос на данные технологии в среде пользователей. Есть такой термин «клиентский путь» и «клиентский интеллект». Дело в том, что чем больше информационной технологии проникают в обществе, современной информационной технологии, тем больше людей ими пользуются. И, соответственно, они нарабатывают так называемый клиентский опыт. Вместе с наработкой клиентского опыта они требуют от компании, которые предоставляют эти услуги, все новые и новые сервисы, более высокого качества, более высокой глубины скорости. И получается так, что без использования искусственного интеллекта некоторые вопросы просто невозможно решить. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, всегда нет места исследовательские темы, когда запускаются продукты или тестируются продукты, которых еще нет на рынке. Ну, про GPT-чат мы все знаем. И то, что сейчас, как бы, в кавычках навязывается клиентам, различного рода рекомендательность, система, которая способствует росту продаж. Поэтому, получается так, мы принимаем на работу людей, которые имеют неплохую базовую подготовку в сфере базовых информационных технологий коммунизма. И в зависимости от того, какой они путь выбрали, у нас уже, они становятся специалистами, которые способны, с одной стороны, понимать, как работает продукт, цифровой продукт, как он продается, как он устроен, как к нему относятся клиенты. И получается так, что это какой-то некий симбиоз, да, человек, который ориентирует на рынок, но вместе с тем, знает, как эта технология работает. Вот, ну, если отвечать на этот вопрос, вот, да, то сейчас лучшая школа готовит людей, которые имеют базовые, хорошие там, навыки в сфере информационных технологий. У нас они уже превращаются в специалистов с гибкими знаниями. Спасибо. Кто-то хотел добавить, да? Ага. Если позволите, Андрей Александрович, я буквально два слова. Вот на продолжение, может быть, Сергея Валерьевича скажу, в качестве примера он сказал, что одна из проблем это то, что специалисты с базовыми навыками готовятся в вузах, а потом приходят непосредственно уже в компании реального сектора экономики, и там их приходится доучивать, дотягивать до тех процессов, которые существуют в этой организации. И вот в данном случае очень хорошая практика, как показал опыт, пример реализации программы, создание совместной программы, там, совместно с нашим регулятором, с Банком России по подготовке специалистов информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере. Вот этот опыт показал то, что если в программе участвуют и реализуют эту программу совместно с преподавателями высшей школы, реальные преподаватели практики, и они дают, собственно говоря, ребятам уже в процессе обучения и знакомят их, прививают им те практические навыки, которые существуют, те процессы, которые существуют в этих организациях, то по факту, и это были отзывы реальных работодателей, когда выпускники приходят уже к ним на работу, то они обладают необходимыми навыками, их можно ставить уже сразу на боевой процесс. Это первое, что вот хотелось бы в дополнение к Сергею Валерьевичу сказать. Поэтому в данном случае здесь выход, наверное, один из выходов, наверное, может быть вот такой. И вот сейчас, насколько я знаю, Российская университет дружбы народов, в которой это продолжение тоже Сергея Валерьевича относительно и вашего вопроса все же, какие выпускники больше востребованы, айтишники либо же гуманитарии, то вот сейчас в Российской университете дружбы народов, я знаю, что уже реализуются две программы и будет открываться в этом году еще две программы по искусственному интеллекту в гуманитарной сфере. И вот, насколько я знаю, для реализации этих программ, кроме преподавателей университета, приглашены преподаватели практики из ведущих наших IT-компаний, которые как раз и будут ребят в процессе их обучения прививать им те практические навыки и знакомить их с теми реальными процессами, которые существуют непосредственно в бизнес-сообществе. Поэтому, на мой взгляд, один из путей это вот такой. Спасибо. Ну вот буквально в середине мая довольно успешно, на мой взгляд, хотя это была первая подобного рода конференция в Могилеве прошла на базе Белорусско-российского университета, а как раз руган был одним из организаторов, ну вернее даже основной организатор этой конференты, посвящена она была цифровой гуманитаристике. Вот когда публиковались пресс-ревизы, очень многие даже нас спрашивали, а вот что же это такое цифровая гуманитаристика? И самое главное, вот если можно рассказать, наверное, для участников нашей сегодняшней экспертной сессии, и какие у нее есть направления, потому что, по сути, это уже новая наука. Алексей Юрьевич, вам вопрос, наверное. Да, ну знаете, коллеги, да, мы с вами вместе участвовали в этой конференции, но что я вам могу сказать? В принципе, когда мы говорим о нынешней цифровой гуманитаристике, то я бы здесь выделил процесс, который, может быть, и так очевиден. Да, не демонетаризация, вернее, не мотенизация демонетаристики, а обратный процесс. Демонетаризация математики. И здесь мы имеем очень хорошую традицию в русской академической среде, в 30-е годы создавая методологию точную литературу видения, вот этот кванитикативный анализ большой базы текстов, ну, о чем бы там Фанка Моретти говорил, и так далее. Поэтому мы готовим тех, кто сможет работать из базовых гуманитаристов, чтобы установить цифровой контент, используя полученные гуманитарные знания. И, соответственно, вопрос, собственно говоря, что же такое филология, да? И мы должны понимать прекрасно, что это тоже мультиментарно, чем гуманитаристы. Гуманитаристы – это вообще вся мы не можем развести науки в предположенном поле, что мы там оставим. Нет, совершенно нет. Потому что сегодня, допустим, филология, которую мы понимаем современную филологию, это синтез истории литературы, литературы литературы, литературы ленингистики, да? И в этой связке от этого присутствует история, да? Потому что нам надо прочесть текст, который был исторический, исторический, либо текст современный. И, соответственно, когда мы говорим о филологии, литературы, тебе понятость занимается... Может представляться, это уLY или такая специальная дисциплина, которая занимается изучением языка. Не занимается оно специальным изучением языка отдельно, не занимается она специальным изучением какой по себе или, там, фольклора, а занимается изучением всего этого, а то есть текст, как, там, текст все вот эти знаки культуры, которые нас окружают, И наука, которая занимается интерпретацией текста, заключением из него соответственно конкретных смыслов, не в каких-то считать. Причем очень важно здесь понимать, когда мы говорим о квантитативном анализе, что прежде чем мы обратимся к методу анализа, мы должны понять, что мы анализируем. А потом можно ставить вопрос, как мы их анализируем. И в этой связи как раз искусственный интеллект, тот же самый GPT на помощники. Нужно этого бояться, как можно правильно поставить забрание и получить правильный ответ. Соответственно, вот. Примерно, это замечательно. Не столько пушистый дом Академии наук. Прекрасный корпус наративной группы создания. Вы можете запустить там корпус. Создан национальный корпус языка. Создан корпус цирковского языка. Который основан на искусственном интеллекции. Который позволяет нам осуществлять то, чем раньше мы отдавали огромное количество времени. Каталожные карточки, поиски. Вот эта вот бумажная работа, которую изоаннательно делает наш намечательный помощник. И если на всем системе БАК мы будем уточнять, которая мне нравится, например, очень. Но, итак, возвращаясь. Цифровая гуманитаристка. Здесь ключевое слово гуманитаристка. Цифровая как инструмент. Получая базовое филологическое знание, мы получаем одновременно в группе наш инструментарий, с помощью которого мы в этом мире, цифровой гуманитаристке, сможем существовать. Соответственно, наши выпускники. Через два года уже будет первый выпуск. Время летит. И мы надеемся, что они будут работать не только в крупных компаниях, но и в большей российской эксплуатации, целиком полностью цифровой ресурс. Где наши студенты проходят практику, надеюсь, что это будет одним из наших работодателей. Создание вот этого цифрового контента. Когда, собственно говоря, перед нами стоит задача создать гипертекст. Ну, что такое гипертекст? Да, все мы помним идею, гипотезу Лаф-Лафа, да, что Земля – это единственная огромная механизма, организм это не исключает. Ну, мы хотим, чтобы наши цифровые цифровые технологии, мы будем делать это на огромном цифровом уровне. Я надеюсь, что мы получим замечательный успех. Ну, примерно так и спит. Спасибо. Вы сказали про коммуникативные навыки, да, вот можем ли мы говорить о влиянии коммуникативных навыков на исходный код программистов? Есть такая связь? Видите как. Исходный код же формирует человек, поэтому, собственно говоря, это от этого. Если вы правильное задание сформулируете, он получит правильный результат, так что не нужно бояться. Единственная здесь большая опасность существует в том, что называемый станк культуры, да, вот это вот всеведение. Вы нажали кнопочку, у вас вывалилось там по релевантности 25 миллионов сил, в который выкладывается. И здесь, соответственно, вы поставите задание вашему блоку, он найдет правильные навыки, братья вашего. Ну, примерно. Это взгляд гуманитарий. Так что, если это дилетантский, то прошу простить меня за некое противорожение на смежную территорию дружеской. Спасибо. Безусловно, дружеской. Но давайте тогда поговорим, и тут интересна будет точка зрения всех участников дискуссии, да, это влияние развития технологий и в первую очередь, конечно, технологий искусственного интеллекта на профессии будущего, на рынок труда. Тоже на том же рифе, говорилось, целая табличка была, да, какие появятся новые совершенно профессии. Они не то, что появятся, они уже появились, и уже эти компании пытаются найти таких специалистов, а их пока еще в природе нет, да, вот. Кто нужен? Ну, начнем, наверное, Сергей Валерьевич, с вас, потому что вы-то уже нуждаетесь в специалистах, в которых еще система высшего образования, и не только высшего, кстати, не для снега. В России и нужно высшее образование. И среднее специальное тоже вполне себе сгодится, да, но еще их не готовят. Давайте про изменение волшебта рынка труда подключим. Да, давайте попробуем, посмотрим. Ну, у нас, действительно, есть такие специалисты участвуют в нашей компании, которые связаны с... Наверное, да, тут... Да, вот, прежде всего, соглашусь, потому что цифровая гуманитаристика – это важная часть, вообще важный аспект, особенно для медийных компаний, для цифровых медийных, которые я представляю на данной встрече, для нас тоже являются очень большим интересным срезом, есть опыт определенный по использованию данных технологий. Ну, вот, среди профессий, которые можно отнести, например, к цифровой гуманитаристике, ну, может быть, условно, прям тоже вопрос о том, как мы будем глубоко погружаться в эту тему. Наверное, такие профессии, которые тяжело встретить на рынке, я среди них могу перечислить такую вещь, вот, например, как контент-маркетолог, да, это человек, который продвигает коммуникацию, товароуслуг, зная свойства товара. Здесь интерес заключается в том, что, поскольку мы, как компания, в частности, в ТВК, мы продаем цифровые продукты, с отличным образом человек, который занимается контент-маркетингом, он должен прекрасно понимать технологические свойства нашего цифрового продукта, уметь его правильно позиционировать на рынок, найти нишу, а для этого требуется провести целые исследования, начиная с того, что люди читают, какими технологиями пользуются, заканчивая тем, какими магазинами они пользуются. И тут совершенно, скажем так, правильно сказать, междисциплинарный достык различного рода знаний и умений должен быть у этого человека. Он, с одной стороны, должен глубоко разбираться в информационных технологиях, понимать преимущество использования каких-то особенных технологий, таких как искусственный интеллект, владеть хорошо родским языком, может быть, иностранным языком, и в зависимости от того, что это электронная книга, либо это какие-то там особенности специализированной поисковой системы, владеть еще методами анализа управления данными. То есть все профессии, которые связаны с цифрами, на сегодняшний день не так или иначе построены на глубоком понимании и знании данных, так называемой технологией Big Data, которые используются для формирования в том числе и клиентского пути, и клиентского опыта. Ну, еще такие интересные есть у нас профессии, траектории, как social media manager. Это менеджер, который занимается проектами. Вот, в зоне ответственности это содержает не часть контента, а, ну, личного йода коммунити, это человек, который работает с группами пользователей, которые находятся на различных площадках в социальных сетях и обсуждают различные темы. Здесь очень важны такие технологии, как текст майнинг. Да, это очень, ну, такой классический, простой пример, когда нам надо определить нотирование тональности текста, понять, какой смысл дискурс находится живет на этой площадке и, скажем так, придумать или подобрать тот продукт, тот товар, который, тот сервис, который был бы удобен для этой группы. А также у нас очень востребованы копирайтеры. Это люди, которые могут быстро изложить историю, получив информацию, да, вот мы с вами общаемся сейчас, текст, если бы нужно было здесь, копирайтер, он бы уже к концу нашей встречи подготовил, ну, так, через какое-то время очень быстро проект статьи либо брифа. Это очень важно, и копирайтеры, они мгновенно, скажем так, реагируют на изменения, скажем так, структуры потребностей текста и могут быстро изложить грамотно эту мысль на каком-то языке, ну, например, на каком-то специализированной площадке в виде хабры или еще что-то. Это, опять же, надо иметь хороший бэкграунд знания, прописи, плюс иметь навыки. Человек, который умеет, собственно говоря, писать и неплохо владеть несколькими иностранными языками. Ну, цифровые таргетологи, специалисты по контентной рекламе, собственно говоря, любая цифровая компания, особенно медийная, занимается раскаткой рекламы, и, конечно, это большая доля, львиная доля дохода, поэтому, собственно говоря, маркетологи цифровые тоже сейчас очень востребованы, очень интересные. Бренд-менеджеры – это люди, которые гордо несут марку какого-то продукта через любые сообщества, сетей. Что еще? Такой интересный вид деятельности, как digital strategy, да, казалось бы. Тут еще надо иметь какие-то творческие способности, помимо технических, знания рынка, знания финансового, знания маркетинга, знания современных цифровых технологий, обладать стратегическим мышлением, чтобы принять участие в определении позиционирования новых продуктов, экспансии рынка, например, цифровых продуктов на личной аудитории. Ну, что еще? Пожалуй, еще, наверное, упомянул про маркетолог-аналитиков, которые, соответственно, изучают любые тенденции, тренды на рынке цифровых продуктов, используя, собственно говоря, элементы юнит-экономики, какие-то там, может быть, модели, связанные с увеличением капитала, помогают вставать на ноги новым продуктам. Здесь требуют достаточно глубокие финансовые знания, и, опять же, вопрос о традиционировании, знания продуктов, знания рынка. Я могу перечислять на самом деле достаточно долго, и здесь везде, вот как основная вектория, вот в этих специальностях или профессиях, которые есть у нас, в компании везде основой, одной из основ является информационная технология, второй основой является знание либо гуманитарной навыки, либо социальной науки, либо, ну, в общем, все, что у нас принято называть не IT, да. И, ну, пожалуй, вот так бы я ответил на этот вопрос. И еще раз говорю, что вот этот подход, когда человек приобретает гибкие знания по индивидуальной траектории, он очень важен. Потому что нет, сейчас, места, как раньше, я системный администратор, я буду заниматься об устройстве сети. Ну, об устройстве сети – это работа нужная и важная, но она сейчас настолько автоматизирована, автоматизирована, что она не требует... И поэтому всегда к знаниям сфере информационной технологии сейчас уже требуется знание какой-то смежной специальности. Но это уже между дисциплинаркой и новой тройкой. Ваня, спасибо. Я тут даже продумываю, да, то есть как раз то, что отличает, скажем так, человека от машины, да, то есть там, где требуется человеческая эмпатия, да, это когда мы говорим про бренд-менеджер, про комьюнити, это надо работать с пользователями, работать, конечно, не как искусственный интеллект, не как алгоритмы, а именно по-человечески. Это то, что требует творчества, определенного воображения, да, вот все эти профессии, которые, ну, точно искусственный интеллект не заменит. Это не, там, клерк, который делает изо дня в день одни и те же договоры, вот его, скорее всего, искусственный интеллект заменит очень быстро, да, глазами не успеем моргнуть. В этой связи, опять же, к коллеге ОПЗН обращаюсь, а вот те специальности, которые сейчас открываются, да, вот буквально набор с первого сентября стартует, это специальности далекого будущего, да, то есть там не получится так, что через четыре-пять лет мы будем говорить о том, что все, не нужны, нужны другие какие-то профессии, или как раз эти-то профессии будут востребованы. И, скорее всего, через несколько лет мы только поймем, насколько они востребованы. Кто готов первым? Ася Юрьевич, давайте вам предоставим слово, а потом я немножко по всем вопросам еще пройдусь. У меня наболело просто. Да, понятно. Значит, смотрите, ну, как вам сказать? Я думаю, что, я надеюсь, что они будут востребованы в перспективе и в ближайшей перспективе, потому что прогресс развивается невероятно быстрыми темпами. И сложно было предположить несколько лет назад, буквально три-четыре года назад, вот эту сегодняшнюю встречу. Потому что дежурный анализ – это, в общем-то, мало анализ. Соответственным образом, специалисты, которые будут работать в этой сфере, как больные, как компейнчики, или IT-филологи, или компьютерные лендеристы, или еще как-то наш коллега об этом говорил. Понимаете, мы должны думать наперед. Я надеюсь, что это будет перспективно, потому что анализ больших данных и компьютерные лендеристы, которые будут работать с вредничьего оружия в сентябре, мы приобретем на ближайшую перспективу. И здесь не идут управлять, управлять, что мы с Анатольем долей, чем в пакетском, собственно говоря, воспитаны, в том числе, и на предыдущей. Да, помним первые зерконы? Да, причинит вред. Вот я думаю, что этот пафос должен быть заложен. Анатольем не стоит понять, если я это правильно понимаю, это стоянно обучающийся интеллект. Но главный учитель здесь человек, в конечном итоге, НРС будет зависеть от того, вернее, будет зависеть именно от того учителя. Как мы оставим задачу, какую задачу мы сформулируем, а какую грамотную мы сформулируем. Мы не можем давать огромное сложное задание, и ждать быстрый эффект. Нет. Правильная, корректная формулировка заданий это умение владеть академическим письмом, о чем мы говорим. Да, то есть вот, хорошее задание, которое мы практикуем. Чистый лист. А четыре за двадцать лет должны написать полторы тысячи слов на вот эту форму, что, собственно говоря, двое, у нас, наши филологи, в том числе, работе операторов. И так далее. То есть вот этот комплекс дисциплин, меддисциплинарный подход, что очень важно, делает нашу монетаристику открытой всем вызовом, и смазать, надеюсь, принять все цифровые вызовы современности. Спасибо. Анатолий Валерьевич, у вас прям были по всем. Да. Я просто как... Смотрите, я... Почему, у меня прям с первого вопроса, когда вопрос зашел, тогда, кого же все же выгоднее готовить? IT-специалистов. Я просто слышал несколько раз мнение очень уважаемых мной людей, которые говорили, и вот даже недавно совершенно, по-моему, на днях выступал руководитель нашей российской академии наук, и вот это было связано, конечно, немножко с другой темой, в плане того, что очень мало сдают ЕГЭ по физике. Вот. И он говорил, что, вот как показывает опыт, гораздо проще обучить технаря каким-либо гуманитарным навыкам, чем гуманитария обучить и сделать из него технического специалиста. Вот, на мой взгляд, нынешний подход, который возможен в создании вот таких вот междисциплинарных образовательных программ, цифровая гуманитаристика, это, собственно говоря, является той междисциплинарной областью, которая объединяет методы гуманитарных наук с цифровыми технологиями. То есть, вот этот вот подход как раз и позволяет исключить. То есть, вы знаете как, вот мне немножко эта вся тема напоминает такой вот, я не знаю, это не в смысле анекдот, а такой вопрос, который, в общем, постоянно на разных этапах развития нашей системы образования возникает. Кого, в общем-то, кому отдать предпочтение? И как раз вот те программы, которые открываются в Российском университете дружбы народов, интеллектуальные системы в гуманитарной сфере с этого года, эти программы как раз и будут направлены на то, чтобы готовить специалиста, который будет и специалистом в области IT, но при этом будет прекрасно ориентироваться в тех предметных областях, в которых он потом будет работать. Он сможет знать специфику предметной области, он сможет формулировать те задачи, которые потом необходимо будет довести до непосредственно уже, может быть, до программистов, непосредственно разработчиков и, собственно говоря, правильно, как Алексей Юрьевич сказал, правильно формулировать даже запросы к нейросетям, созданным нейросетям, чтобы они выдавали релевантные ответы. И вот в этом плане такие программы от таких, поверьте мне, я говорю, мне довелось проехать большинство вузов России как эксперты Рособорнадзора. Я могу честно сказать, что таких программ по всей стране вот пальцев на руках хватит. То есть, а может даже как бы и на одной руке хватит. И дело вот как раз заключается в том, что именно такие программы нам нужны. если кто-то вдруг будет смотреть наш сегодняшний эфир и еще думает куда же, какую же профессию ему выбрать, я вот здесь хочу сказать этим молодым людям, что, во-первых, мир постоянно меняется. И вот сейчас даже ориентироваться на какую-то профессию, которая кажется, что она будет перспективной, будет востребованной будущим, ну, это, знаете, нужно с определенной долей риска. Потому что новые профессии, несомненно, будут появляться. И здесь важно обладать как раз теми компетенцией, быть достаточно гибким и уметь адаптироваться к изменениям, постоянно новому учиться. И вот если человек обладает такими навыками, как креативность, инновационность, уметь генерировать новые идеи и решения, если он у него развит и хорошо в процессе обучения он смог это у себя сформировать. Аналитические способности, критическое мышление, коммуникативные навыки, то я могу точно сказать, что такой специалист в любом случае будет востребован. И вот здесь еще раз вернусь к тем программам, которые открываются в Российском университете Дружба народов. Эти программы направлены, они же не только направлены на формирование, допустим, цифрового филолога, то есть специалиста, который будет работать с большими данными и с огромными массивами текстов. То есть, но эти же программы, они позволяют проводить и анализ социальных медиа для выявления различных трендов. Будет, навыки эти позволят, собственно говоря, анализировать различный контент, изображения, видео, даже фильмы для выявления различных скрытых смыслов. можно будет проводить анализ влияния распространения информации для того, чтобы работать и в органах государственного управления. Если кого-то интересует история, к примеру, выпускники смогут с помощью нейросетей обрабатывать данные и воссоздавать те архитектурные направления, которые до сих пор считались утерянными. Вот приведу пример даже, вот из нескольких областей, одна из областей филологии языкознания, это нейросеть обучалась на произведениях Уильяма Шекспира и затем, когда стали анализировать те произведения, которые считались до этого принадлежащими неизвестному автору, с помощью нейросети удалось определить, что эти произведения принадлежат перу великого драматурга. или же, к примеру, издроид такой вот междисциплинарной компетенции, которыми будет владеть выпускник этих программ. Или второй пример, когда, к примеру, осталось какой-то маленький крохотный элемент фрески на стене древнего храма. И вот, собственно говоря, нейросеть обучается на тех стилях архитектурных, которые относятся к тому веку, когда был создан этот храм и осуществлялась его роспись, и затем уже по этому маленькому отрывку фрески нейросеть воссоздаст весь элемент, все панно фрески, которое было в те века в этом храме и считалось потерянным. То есть, здесь любой человек, которому сам для себя будет определять, какая область исследования ему ближе. но ему его обучат всем этим направлениям, а самое главное, научат критические мысли, анализировать большие данные, и в том числе, формулировать задания и формулировать те задачи, которые необходимы будут по разработке вот таких IT решений. И это очень важно, потому что таких программ реально у нас в стране это вот порядка четырех-пяти университетов, которые готовят таких специалистов. И один из них это российский университет «Дружбы народа». Коллеги на связи? Математик. Просто потерял вас. был великим стиховедом. И, собственно, говоря, вот эту вот русскую рифму и русский ямп, он изучал, сделал прекрасную работу, в то время как Андрей Белый, великий поэт, занимался квантитативным анализом русского стиха. так что союз этот заложен давно, и мы, я надеюсь, увидим через два года плоды нашего труда. наших целей. Можно еще как бы добавлю, просто знаете, Андрей Александрович, наверное, в курсе, очень часто получается у нас так, что это вот я уже своей просто всю жизнь занимаюсь информационной безопасностью, поэтому не могу вот к этой теме все же не вернуться. Вот очень часто бывает так, что создают информационную систему, а потом начинают разрабатывать систему защиты этой информационной системы. И это в корне неправильно, потому что нужно уже проектировать систему, в которой будет заложена какая-то непосредственно самая необходимая атрибута, это ее безопасность. И поэтому в данном случае вот говорить о том, что кого готовить айтишников или же готовить в гуманитарии. Это вот такое же, на мой взгляд, неверное решение, то есть непосредственно должны быть программисты как бы сделать нормальный качественный код, создать нейросеть. Это естественно задача программиста. Но нужны специалисты, очень нужны, и они реально востребованы, специалисты, которые смогут сформулировать задачу, разбираясь прекрасно в предметной области, и ее довести на том языке, который понятен программисту, довести ее до непосредственно разработчика и создателя кода. И вот такие программы будут востребованы, как Алексей Юрьевич правильно сказал, и в ближайшие, и в среднесрочные, и в дальней перспективе. Спасибо. Спасибо. Вот разрешите, я сейчас вам вопрос такой с подковыркой задам. Смотрите, сколько сейчас государство делает для IT-отрасли, понимая, что есть нехватка специалистов. Она оценена даже, да, там и льготная ипотека для IT-шников, и отсрочка от призыва, и от мобилизации, и так далее, и так далее. То есть и льготами, там проценты они платят, вот сейчас 5% в компании платить, а то вообще был ноль налоговый, да. Не получится ли у нас, как это уже было с юристами и экономистами, через некоторое время, когда мы столько начали вкладывать в подготовку IT-специалистов, технологии же тоже не стоят на месте, да. Искусственный интеллект в этот момент там разовьется настолько, что скажет, да все, сам сейчас буду все писать гораздо больше. И мы столкнемся с тем, что у нас переизбыток таких IT-специалистов. Или этот момент тоже учитывается? Ну, я думаю, да, Андрей Валерьевич. Я думаю, что да, мы учитываем, потому что все-таки, понимаете, вот Андрей Валерьевич Андрей Валерьевич сказал, что у нас комплексное образование, что у нас не устные специалисты, в крайнем случае, но у него перспектива развития естественного интеллекта непредсказуемая нам это не дано увидеть в ближайшее время. Мы сами это могли не от наследить. А я думаю, что наши специалисты будут востребованы именно за свою вот эту широту, за свою многоплановость. Возьму продуктов полный, специалист подобной функции. Полнота его односторонность. Вот у нас эта односторонность, я надеюсь, что мы сможем избежать и вот этого перепроизводства именно тех, кто выпустится с диплом цифрового филового демиду. Но я надеюсь, что Анатолий Валерьевич поддержит меня. Согласен. Наверное, я полностью тоже такую же точку зрения изложу. Несомненно, такой тренд может быть, потому что мы вот сейчас видим даже то, что и все меры поддержки государства, они и сколько у нас сейчас открывается даже в вузах, которые до сих пор в принципе не готовят таких специалистов, открываются образовательные программы по подготовке IT-специалистов, что несомненно скажется на увеличении, на повышении конкуренции на рынке труда. И в общем-то законный такой тренд может привести к переизбытку этих специалистов. Но вот здесь как раз вступают в силу те особенности, которые должны учитывать образовательные учреждения по в общем-то подготовке на будущее, по подготовке специалистов, которые, несомненно, должны будут продвигать наши технологии в будущем. И здесь следует сказать, что, конечно, IT-сфера динамична. И это, наверное, очень сложная такая задача прогнозировать будущее. Но один из компонентов, который, несомненно, будет основным трендом в будущем, это специалисты, которые будут владеть, ну, как назвать, многопрофильными компетенциями. То есть, когда будут владеть несколькими компетенциями в различных областях, будь то IT, либо же там филология, или же там история, или социология, или политология. Вот, когда специалист будет владеть несколькими компетенциями в нескольких областях, то, бесспорно, он на будущее будет вне конкуренции. Ну, и, конечно, очень важно здесь отметить, что и это вне зависимости от того, в какой области будут работать специалисты. Все так или иначе, наш коллега Сергей Валерьевич из ВК-групп тоже на это обратил внимание, что, конечно, повышение квалификации и переподготовка, они будут необходимым трендом в жизни любого молодого человека, и сейчас уже, и в будущем, поскольку в любом случае образовательные программы в вузах, они так или иначе инерционны. И вот успевать за теми трендами, не в смысле даже трендами, за развитием и технологической базы, и тех задач, которые возникают, они настолько быстро меняются, что вот образовательную организацию, университетом, ну, наверное, с такой скоростью будет сложно в любом случае за ними поспевать. И вот здесь как раз вступают в действие те короткие программы переподготовки и повышения квалификации, которые имеют место быть. и вот опять же вернусь к примеру, почему я сейчас акцентирую внимание на российские университеты дружбы народов, многие могут вдруг подумать, что я какую-то рекламу тут провожу российскому университету дружбы народов, вовсе нет. Дело все в том, что, я говорю, проехав много вузов и видя, как, собственно, организуется образовательный процесс в большинстве вузов, я могу сказать, что вот в университете дружбы народов очень грамотно и, как бы сказать, даже гармонично выстроен процесс, и здесь, кроме основного образования, ребята, которые обучаются на программах, на основных образовательных программах в университете, они параллельно получают еще несколько квалификаций, и это не обязательно квалификации по владению иностранными языками, хотя это тоже один из обязательных, наверное, навыков, который будет в будущем сильно востребован, но они получают также и дополнительные компетенции, проходя такие программы по управлению командой, то есть по навыкам работы в команде, организации работы команды, в том числе по навыкам даже элементарно общения, коммуникативных навыков, чтобы можно было нормально изъясняться и с тем узкопрофильным специалистом, это не обязательно может быть программист, хотя программисты это тоже, конечно, узкопрофильные специалисты, но тем не менее, все эти навыки, они будут создавать тот образ специалиста, переизбыток которого точно не будет, каких специалистов не будет переизбыток, и который будет востребован на рынке труда в перспективе. Спасибо. Анатолий Иванович, вы сказали про дополнительное профессиональное образование, про те курсы, которые на ведущих площадках, в IT-компаниях проходят уже дополнительные повышения квалификации, но это уже такая осознанная история. А сейчас, наверное, будет вопрос, который будет интересен в первую очередь абитуриентам и их родителям. Не секрет, что, несмотря на все те мероприятия по профориентации, которые в школе проводятся, на примере своего племянника, могу сказать, который сейчас сдает экзамены выпускные, и не определился с выбором профессии, даже направлений. То есть он вроде сдает базовые предметы и математику, физику, информатику, но при этом в душе, мне кажется, гуманитарий больше, честно говоря. Вот для них некоторые специалисты, а мы попросили даже знакомых, чтобы с ними поговорили, они дают такой совет. Когда ты не знаешь, выпускаешь, да, надо тебе куда-то поступать, и ты, в общем-то, еще не определился в глубине душе, кто ты, что ты из себя хочешь представлять, как раз ориентироваться на запросы рынка труда. Вы поддержите советы специалистов по профориентации или есть какие-то подводные камни? Ну, здесь с двух концов, я бы сказал. С одной стороны, нужно интенсию учитывать молодые клиенты, безусловно, чтобы не поломать судьбу известных гиперапевтов. А с другой стороны, конечно, нужно, чтобы было востребовано, то есть как бы золотую середину соблюсти. Ну, собственно говоря, для этого все дни открытых дверей проводятся, где вы можете посмотреть и не только в РБР в других видах, но и в РБР в частности, в институте русского языка, представленных программ, вы можете прийти и поговорить с преподавателем, который вам расскажет. Что вы будете изучать, зачем вы будете это изучать, и чем вы будете после того, как все вы это изучите. То есть, вот такой вот преподаватель из поступателей шерты такой, в безврежном мире цифры, он призван провести и указать нужные цифры, я бы сказал так. Ну, буквально, мы разберем, что цифры сделаны в таком смысле. Как это сделать? А вот давайте, у нас есть академическое письмо, у нас там есть музыку программирования, у нас там есть психология и педагогика, у нас там есть умение работать в команде, так сказать, вот эти Тингеллинговские навыки. Выходите, посмотрите, вы можете прийти на лензу, вы можете посмотреть, вы можете поговорить со студентами, чтобы, так сказать, из первых рук получить информацию, увидеть, как это шло, и соотнести с вашими, так сказать, внутренними потребностями и желаниями. Потому что, это может быть такое латентное, оно потом выйдет, да, на первом курсе. Но для этого есть те корректирующие, что, так сказать, в короче, магистратура и все остальное. Если вы вдруг к четвертому курсу осознали себя больше социологами, нервными пилами. Пожалуйста. Я думаю, что это все решаем. Да. Спасибо. Анатолий Валерьевич. Наверное, я здесь тоже полностью продолжу, прям, не то, что, как бы, не пропонирую, а продолжу мысль Алексея Юрьевича, полностью согласен. И, вот, также наш коллега Сергей Валерьевич из ВК-группы, он это тоже в своем, в самом начале озвучил, о том, что, важна индивидуальная траектория. Вот здесь, мне кажется, именно это тот момент, который должны учитывать образовательные организации при построении своих образовательных программ. Здесь важно очень, насколько я знаю, тоже, поскольку мы очень тесно общаемся с Алексеем Юрьевичем в Российском университете «Дружба народов», то здесь вот на программах как раз предусмотрены те моменты, что даже ребята, которые еще не определились, так бывает, что к окончанию школы, вот, и вроде и программировать нравится, но с другой стороны и в том числе нравится там создавать какой-то контент, анализировать там какие-то там контент в социальных сетях, то есть, ну, явно человек, знаете, как в том анекдоте, налево красивый, направо умный, мне что разорваться, что ли, но вот так же и тут, то есть, не определился молодой человек или девушка, и вот, когда в образовательной программе есть возможность и существуют различные траектории, по которым он обучается в течение, там, двух лет, и потом понимает, да, а ему, социолог, социология ближе, и он может в этот момент свернуть и выбрать, допустим, что он будет заниматься социологией и проводить анализ социологических данных с помощью вот таких-то цифровых инструментов, а база эта закладывается, допустим, на первых курсах, то, или там, будет, наоборот, ему интересно проводить анализ текстов, и вот он хочет, потом в итоге он поймет, я хочу, да, заниматься вот сферой деятельности, которая называется цифровая филология, или же там, его больше потянет в историю, и вот в данном случае, если образовательная программа предполагает вот такие, такую индивидуализацию обучения, то вот такие программы и будут, по сути, востребованы и будут давать те компетенции, те знания и навыки, которые будут потом востребованы на рынке труда по выпуску труда. Спасибо большое, вот в завершении нашей экспертной сессии, чтобы нам уложиться в отведенный час, я попрошу достаточно коротко, но очень важный вопрос, да, поговорим теперь про ту специальность, которая уже успешно готовит РУБН, цифровая филология, да, смотрите, ну и получается, как традиционная профессия филолог, которая, ну, в общем-то, сколько уже столетий существует, вдруг цифровые технологии поменяли требования, да, появилась цифровая технология, уже и к ней меняются требования, потому что появились социальные сети сначала, потом нейросети, и вот смотрим, уже филология цифровая даже происходит некая трансформация с ней. Давайте вот про эти трансформации поговорим, ну и вообще, может быть, какие вот эта цифровизация наша всеобщая, да, как она влияет на появление каких-то новых образовательных траекторий? Ну, вы знаете, да, влияет, конечно, безусловно, потому что это корректирует, буквально программа корректирует, поскольку, это главное ПЦФ, это главное экстрактология за годы так существует, программа корректируется, причем корректируется в том числе и за счет увеличения базового филологического образования, да, там, скажем, сопоставительных всех этих вещей, которые дают цельную картину мира, потому что, вот, этот универсенный литерарум, так сказать, океан букв, плавник, которого выпускается первокурсник, даёт, эта программа даёт ему вот этот компас очень хороший, да, причем не то, что это премиативное, а именно вот то, что указывает ему сюда, здесь рифы, здесь мерия, здесь форматы, вот это правильно, это неправильно, да, и корректируя эту программу по ходу, собственно говоря, её существования, мы одновременно учитываем и требования рынка, и требования самих выпускников, их интенции, да, потому что что они хотят, чем они хотят лучше заниматься? Созданиями контента, анализами социальных сетей, анализами каких-то больших масс текстов, в том числе и русских, там, каких хотите, санскрит, там, амхарский маэ, все что угодно, да, что позволяет нам цифровая цифровая и одновременно мы ориентируемся на то, что приходят люди творчества, они умеют рисовать, они могут создать прекрасную анимированную презентацию, они могут сделать прекрасное видео и наложить на это видео не менее адекватный текст. Для того, чтобы это совпало одна адекватность с адекватностью текстовой, да, мы, собственно говоря, корректируем эту программу, я надеюсь, что в конечном итоге это получится вот такой замечательный, знаете, вот в древней философии был такой, понимаете, в Калеке Гатине начался такой квадрат, вот все в нем будет, да, идеально. это, конечно, может быть и я думаю, что мы должны к этому стремиться, не просто нажать кнопку, зачем эту кнопку не нажимать, какую кнопку не нажимать, и что в результате этого мы получим. Поэтому в ЖШИ мы пишем с буквой правильно и одновременно мы владеем целью цифрового навыка, что отвечает, собственно говоря, вызван современность. Я думаю, что так. Спасибо. Спасибо. Анатолий Орич, мы вам подведем. Я тоже, я так понял, это уже такой, как бы, вопрос обобщающий на опыте реализации образовательной программы. Я здесь тоже могу сказать, что, ну, бесспорно, глобальная цифровизация, она внесла изменения, в том числе и в профессию филолога. то есть, сейчас уже, как бы, большее внимание уделяется таким междисциплинарным подходом. И, по факту, сегодня основной акцент даже в тех программах, которые уже реализуются по обучению профессии цифрового филолога, в них уже заложено даже несколько, скажем так, образовательных треков. И здесь нужно понимать, что, бесспорно, выпускник этой специальности, он должен уметь и создавать, в том числе, и программный продукт, который будет участвовать в анализе больших данных. Но очень часто это даже не требуется, поскольку сейчас уже создано много цифровых инструментов. И здесь по тому, чего ближе человеку, в чем он хочет дальше совершенствоваться. Может ему интереснее, наоборот, проводить анализ и вот именно на основе этого анализа какие-то выдвигать гипотезы и решать научные задачи. То есть, может быть, ему и не потребуется непосредственно писать сам код программы. И вот такие программы, которые сейчас уже реализуются и будут начинаться с первого сентября реализовываться в Университете Дружбы народов, они подразумевают несколько вот таких траекторий обучения. Ну а уже сейчас цифровые филологи по этой программе умеют анализировать тексты, виртуальные сообщества, данные, электронные сообщения, которые в соцсетях публикуются, проводить анализ онлайн-культур, там, в том числе это и анализ различных комментариев в социальных сетях для маркетинга, например, для пиар, репутационного менеджмента организации. В том числе эти цифровые филологи, они и участвуют в создании обучений систем искусственного интеллекта для обработки естественного языка. Ребята сами создают чат-боты, вот сейчас вот предзащиты были, будут скоро защиты, я присутствовал на предзащите ряда работ, и некоторые дипломы напрямую были созданы, в том числе с созданием чат-бота по обучению иностранных студентов, то есть либо же это чему обучаются сейчас студенты по этим программам, это в том числе и создание контента для различных онлайн-курсов, то есть это и использование системы искусственного интеллекта для формирования онлайн-курсов по лингвистики, стилистики, преподавания литературы. Вот такие многоплановые специалисты, которые уже сейчас осуществляются подготовку Российского университета народов, они на мой взгляд соответствуют тем требованиям времени, которые сейчас есть и запросам организации реального сектора экономики и в том числе запросам будущего и тех из научных задач, которые стоят перед нашей страной. Ну и вот в заключении маленькое лирическое отступление в 1959 году годного развития состоялось первое совмещание по лингвистики. Спасибо. Безусловно, это был знак. мне остается поблагодарить наших экспертов во-первых за крайне яркие интересные выступления, содержательные крайне дискуссии. я думаю, что те, кто стоят на порохе выборов и тех, кто задумывает, ну, по крайней мере, дай бог, правильный выбор, если интерес, то есть не очень специально, которые будут новые с первого сентября. ну, а работодателям из IT-отрасли я рекомендую очень внимательно присмотреться к выпускникам и к будущему выпускникам, потому что, мне кажется, это как раз те самые умные и красивые те будут выпускники, которые могут совместить и гуманитарную сферу и такое направление, как там, анализ данных, разработка интеллектуальных систем. Вот, спасибо за то, что даже придумали такое направление обучения, крайне востребованное для нашего сегодняшнего российского IT-рынка. Задач много перед ним, да, начиная от этого совмещения, которое, может быть, уже немножко набило о коме, но, тем не менее, никуда от него не деться, да, и заканчивая, действительно, прорывом, который требует, требует государство от нашей истории. Еще раз большое спасибо и до новых встреч. Спасибо большое. Спасибо, Андрей Александрович, спасибо, Сергей Валерьевич, Алексей Юрьевич. Это действительно очень важно и спасибо, что смогли собрать нас всех и организовать такую встречу. я думаю, она будет полезна и представителям бизнес-сообщества, и представителям образовательного сообщества, ну и, конечно, я думаю, обучающимся и тем, кто только планирует свой путь в этом большом цифровом мире. спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги, всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok